Свинцовые ливни Громыхает гражданская война От темна до темна Много в поле тропинок Только правда одна Много в поле тропинок Много в поле тропинок Много в поле тропинок Продолжение следует... 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 КОНЕЦ КОНЕЦ ПОСЛУЩИЕ, ВЫ МНЕ НАДОДЕЯЛИ ПОСЛУЩИЕ, ВЫ МНЕ НАДОДЕЯЛИ ПОСЛУЩИЕ, ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ НАДОДЕЯЛИ ПРОШУ ПРОЩЕНИЕ, ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ ПОТЕ… ЧТО? РУЧКУ ПОЗВОЛЬТЕ ПОЦЕЛОВАТЬ ВОМ БЛАГАРЯ ВАС До свидания. Поба Касторский известный. Со своими воробушками. Поба Касторский известный. Слава Касторский известный. Далай, монархов! Что такое? Что такое? Алло! Участок! Участок! Я Одессит. Я из Одессы. Здрасте. Хочу открыть вам маленький секрет. А ну, спросите. Ты имеешь счастье? Я отвечу, чтобы да. Так нет. Но я не плачу. Никогда не плачу. Есть у меня другие имперации. И я слушаю. Да потому что я родом из Одессы. Юноши в этом зале далеко не все преданы государю императору. Здесь полно всякого сброда. Эсеры, анархисты, кадеты. Идемте, идемте, молодой человек. Но я не плачу. Никогда не плачу. Есть у меня другие интересы. И я шучу. Я не могу иначе. Да потому что я родом из Одессы. Он и шаг на меня. Кто же вы, таинственный незнакомец? Я вас вижу второй день, и вы опять меня поражаете. Позвольте представиться. Штабс-капитан Овечкин Петр Сергеевич. Ну, а вас, очевидно, зовут граф Монте-Кристо, да? Нет. Валерий Михайлович. Очень приятно. Извините, пожалуйста, я испортил вам вечер. Ничего. Но я просто не думал, что будет такая реакция. Не стоит извиняться за то, что у вас есть убеждения. Их так мало у кого осталось в этом городе. Скажите, вы здесь живете постоянно? Нет. Я искал отца. Он уехал раньше. Беженцы. Да. А сегодня я узнал, что папа уже в Констанции. И вы совсем один. Бедный мальчик. Да, время, время. Скажите, Валерий, а где вы жили в Петербурге? На Зелениной. Оказывается, соседи. Пять лет я прожил на квартирах ренадежского полка. Может, мы с вами даже встречались. Впрочем, вы тогда были маленькие и гуляли с нянью. С французом. Не понял? Гувернер у меня был француз. Прелестный человек. Сначала он жил у моего дяди. Но, когда тут не в шутку занемог, переехал к нам. Чтобы я не измучился, он учил меня всему шутя. Не докучал моралью строгой. Слегка за шалостью бронил. И в летний сад гулять водил. Да. Мы любили с ним гулять в летнем саду. Боже мой, неужели это никогда не повторится? Познакомился я с тем штаб с капитаном. Не щупал тебя? Было. Но я ему порассказал. Про маму, папу. Где жил, что делал. Ты поосторожней, Валер. В этом доме дурачков не держат. Если что, толком приходи. А так зря глаза не мозоль. Тайные пороки всего до сих пор. Тайные и грехи. Станет все еще. Тайные и грехи. Маркс. Итак, Мстители. Ну что ж, проверим. У этого парня на спине заметки должны быть. Один добрый хлопец плеткой оставил. Царство ему небесное. Лихой был казак. Фу, бить ребенка. Что ж с вашим лихим воякой стало? Смеетесь? Зря смеетесь, господин полковник. Нет, вы говорите, вы говорите, атаман. Вас слушаем. Вас внимательно слушаем. Это было в степях Херсонщины. Мой отряд сражался с Красным. Эти маленькие, как не оставили. Музыка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, хорошо, атаман. Где вас найти? В номерах Калашникова. А что? Можете понадобиться. За желание помочь благодарю. Вот ваш пропуск. Честь имею. Мстители. Что вы к этому поводу думаете, Пётр Сергеевич? Надо проверить, Леопольд Сергеевич. А вдруг это именно те, кого вы ждёте? Да, но дети. У адъютанта Григорьева, что сегодня прощался со мной, было очень грустное настроение. Завтра он сопровождает генерала Вчанкой в ставку командующим. Значит, схема? Спасибо, товарищ Костурский. Зачем зван? Случилось чего? Случилось. Завтра схема с генералом Григорьевым уходит с Жанкой. Что будем делать? После обеда встретимся у Карусельщика. Со стариком посоветоваться надо. Все, Григорьев. Отработался. Ку-ку. Поздравляю вас, господа. Городе красные. Нет, господа, вы неверно меня поняли. Я просто хотел сказать, задерживаю красный лазутчик. Только и всего. Однако вы шутник, штабс-капитан. А кто он? Представляете, я мальчишка. Чистильщик сапог. Маленький, но уже матерый убийца. Молчит. Пока. Ну ничего, Кудасов сможет развязать ему язык, будьте уверены. Кстати, полковник умеет это делать лихо. Вы знаете, была придумана идеальная явка. Его товарищи приходили будто почистить сапоги. Ну и говорили о чем угодно под самым носом у Кудасова. Как же удалось обнаружить? Очень просто. В номерах Калашникова объявился некий атаман-бурнаш. Он и признал частильщики шпиона. Браво! Браво, господа! Любопытный шар. Благодарю. Валерий, что с вами? Да нет, я просто немного испугался, когда вы пошутили. Понятно. На воздух я пойду, Петр Сергеевич. Может, я проводить вас? Нет, не стоит, я сам. Сам Петр Сергеевич. Субтитры создавал DimaTorzok Если вы Косторскому, таки его нет. Но если вы не будете стоять здесь, как памятник Кришелета, вы его еще догоните. Он только что пошел прогулять. Далеко? А я знаю. Извините. Привет. Здрасте. Ох, сколько лет, сколько зим. Ботиночки почистить собрались? Рано вы нынче. Позвольте вас проводить. Нет, я здесь привык. Вы не утруждайтесь, я как-нибудь в другой раз. Да нет уж, зачем это? Сейчас мы вас и доставим. Да, я знал, что это когда-нибудь случится. А что случится? Вы из контрразведки. Только не говорите мне нет. Тише, прошу вас, не шуметь и не сопротивляться. Так я ведь ждал этого момента всю жизнь. Родненькие вы мои пошли. Позвольте. Да и у, господинка, пошли. Вы что делали? Смотрите. Позвольте. 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 Господин Косторский, я приношу вам свои глубочайшие извинения за бестактность своих сотрудников. Разумеется, и в нашем деле бывают ошибки. В таком случае вы спокойно уйдете домой. Не говорите этого страшного слова. Какого слова? Ошибка. Это не ошибка, полковник, я тот, кто вам нужен. Я ничего не понимаю. Давайте играть в открытую. Я согласен. Как вы хотите меня использовать? Нет. Конечно, ваше дело решать. Но со своей стороны могу предложить одно дело. Оно мне по зубам. Нелегальная работа за границей. Я изучаю испанский язык и работаю на вас. Ну, скажем, в Аргентине. Скрываясь под личиной хозяина ночного кабара. Ничего. Ну, а о том, что я могу сыграть эту роль, можете не сомневаться. Вы меня видели на сцене? Видел. Ну, так слушайте дальше. Днем от вас приходит человек и говорит. Человек, вам, официант, нужен ответ. Был нужен, да уже взяли. Человек. А может, и я на что сгожусь? Ответ по-испански. Буэнос-Айра шлемазал без самымуча. Ничего. А вечером в танце я передаю вам сведения. Смотрите. Это означает, ко мне приходить опасно. Ничего. Но как я умею хранить тайну, я вам только расскажу одну историю, и вам будет все ясно. Когда мне было 16 лет, я зарабатывал на жизнь уроками. А вы можете помолчать? Да, конечно. Введите. Я вам все-таки расскажу. Я давал уроки геометрии жене одного мясника. Вернее, не жене, а сыну. Жена появилась потом. В общем, жена мясника, это была не женщина, а сказка. Я не знаю, как и что, но она влюбилась в меня, как Джульетта Броме. Вы, наверное, слышали эту историю. Да, по-моему, жидите же вы. Вы его знаете? Мальчика? Да, конечно. А что, это тоже значит человек? Господин Косторский утверждает, что он вас знает. Совершенно справедливо, господин полковник. Я у него иногда чистил опыль. И давно вы знакомы? Мы таких знакомых скоро в Черном море топить будем. Стоп! Я прошу меня огородить от этого бендюжника. Я артист, и значит, не орвай никуда. И перед тем, что мне предстоит, мне совершенно ни к чему лишний раз волноваться. Вы понимаете, на что я намекаю? Да, обидите, коррестованно! И как часто, господин Косторский, вы чистили у него свою обувь? Вы понимаете, мне трудно сказать, как часто. Я иногда часто чистил, иногда редко. Когда идёт дождь, так я вообще не чистил. Господин полковник, я прошу вас, отпустите артиста. Я просто уверен, что господин Косторский ни в чём не виноват. В господин Косторский вы можете идти. Вот ваш пропуск. Большое спасибо. Да, я вам только дорасскажу историю про жену Мясняка, и вы поймёте, что мне можно доверить любое серьёзное дело. В другой раз я сейчас очень занят, поверьте. Хорошо, я приду завтра. Нет уж, увольте. Ага, понял. Будет секретный вызов. Я же лисит, я из Одессы. Здрасте. До свидания, господин Косторский. До свидания. Зачем вы отпустили артиста? Он же с ними связан. В голову положу. Это же целая банда. Я же говорил. Вот что я нашёл у себя сегодня. Очень интересно. Уж не подозреваете ли вы кого-нибудь? Нет, Леопольд Сергеевич. Не подозреваю. Я просто уверен. Мало. Много. Много. Господа, вам не кажется, что этот частильщик, сердюк и старик с каруселей? Это звенья одной цепи. Кстати, есть какие-нибудь сведения о старике? Дважды был в рыбачьем посёлке. Так. Но хитёр чёрт оброза заметил нашего наблюдателя. А что если нагрянуть с обыском? Можем спугнуть. Господа, Относительно карусельщика у меня есть одно соображение. Любопытно. Какое? Ну-ну. Очень просто. Здравствуйте, дядя. Здравствуйте. Вам чего? Только не смотри на меня, как солдат на вошь. Я пароль забыл. Какой пароль? Ты о чём? Ведь он мне что-то там говорил, так ведь я раз запомнил у меня своих дел. Да кто говорил-то? Да пацан ваш, Данька. Что с ним? Он в одиночке сидит. Передать ничего не может. А меня как раз на волю пущать решили. Не поверишь, дядя, но там нормального вора уже не держат. Вот одни политические. Что же, а собой их в одиночке держали? Ну, до чего ты нервный, дядя? Нас по малой нужде вместе выводили. Тут он на меня кинулся. Лицо, говорит, твое располагает. Иначе бы не доверился. Что он просил передать? Тебе я ничего не скажу. Он просил, чтобы ты меня свёл с этим, как я. Ну, с вашим главным, который после Сердюка. Да ты его знаешь, ну, как его забыл. Ну, ты меня сведёшь с ним или нет? Сам, сходи в будку. Может, Данька у корюсельщика? Значит, вам нужен комиссар, товарищ Филимонов. Вроде Филимонов. Запоминай адрес. Курортная 13 на чердаке. Курортная 13... Руки! Беги, дочка! Ко мне! Спокойно, мазанночка, спокойно. Цыганёнка ведите. Ну? Прикройте меня. Не чистая. Останови карусель! Ого, бойца! Прикройте меня. Прикройте. Беги, Ксанка, прыгай! Не стрелять! Он мне живой нужен! Ксанка, прыгай! 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 Выводят его ровно в четыре! От тюрьмы до контрразведки пешком минут пять-семь ходу. Конвой обычный. Понятно. Цыгане не подведут? Не должны. Обещали свадьбу сыграть. Сегодня я буду играть в открытую. Боюсь я за тебя, Валерка. Так другого выхода нет. Завтра схема вместе с Григорьевым уйдет Джанкой. Тогда все пропало. А что за меня волноваться, товарищ Андрей? Я в неподозрении. Штабс-капитан мой друг. Мой лучший друг. Здравствуйте, Петр Сергеевич. Здравствуйте. А я сегодня письмо от родителей получил. Пишут, значит. Мне бы замаре в теплые края. Рад бы, как говорится, в рай, да вот... грехи. не позволяют. А рады бы. У вас есть такая возможность, Петр Сергеевич. Не надо шутить, Валерий. И все-таки у вас есть возможность оказаться в Констанции? Черту душу продам, лишь бы оказаться в Констанции. Черта не потребуется, но покупатели есть. Один господин интересуется схемой укрепленного района и не постоит за ценой. Что я должен сделать? Схема нужна только на время, чтобы снять копию. Вы получаете деньги, свободный как ветер. Но ведь схема хранится в сейфе, в кабинете. Куда сам? Видите, даже эта военная тайна, и мне уж не снести головы. А я ведь догадывался, догадывался, что вы не зря объявились в этом городе. Виды имели. Так ведь? Как? 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 Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Нечистая! Да, братцы! Нечистая! Олег Михайлович! Обратите внимание, какое трагическое совпадение. 9-1-4. 914 год. Начало войны. Но есть еще одно совпадение. Это шифр замка в сейфе Кудасова. Того самого сейфа, в котором хранится схема. Поняли? Понял. Вы ничего не поняли. Господа, позвольте вам представить одного из так называемых мстителей. Спокойно! Валерий Михайлович. У-у-у, нервы, Валерий Михайлович, нервы, нервы. Ну что ж, Валерий Михайлович, теперь вы знаете шифр замка, но вы с этим и подохнете, господин мститель. Да, с прискорбием должен констатировать, что для этой деятельности вы еще не доросли. Слишком много было совершено ошибок, роковых ошибок. О чем вы, Петр Сергеевич? Я вас не понимаю. Они не понимают. Ну, во-первых, это идиотская выходка с Бурнашом. Никто, кроме вас, не мог написать эту записку. Я сразу понял. Потом ваша чрезмерная забота о господине Гасторском. Да, сегодня в паласе он поет свои прощальные куплеты. Кстати, господин, надо послушать. А вечером вы с ним встретитесь там, у Кудасова. Бросьте идти, Валерий Михайлович. Эту партию вы проиграли. Не думаю, Петр Сергеевич. Хотите доиграть? Разумеется. Сделайте одолжение. Позвольте, господа. Благодарю вас. Тихий. Не промахнитесь, Валерий Михайлович. Постараюсь, господин штабс-капитан. Гони живо. В контрразведку гони. Гони! Передайте Косторскому, в городе ему оставаться нельзя. К полковнику Кудасову срочное донесение. Пропуск. Какой пропуск? Болван в городе Красный. Допустите же. Как Красный? Скорее, поручик. Петр Сергеевич убит. Что? В бильярдной. Господин полковник, в городе Красный убит штабс-капитан Овечкин. Убит? Поднять дежурную роту. Мой автомобиль к подъезду. Арестоват этого куплетиста Косторского! Мадам! Оцепить полос! Где же вы? Взевал! Чтоб ли они собак здесь не был, проверяй документы. Пошел, лэн! Поехали. Я занят. Я говорю, поехали. Куба! Мадам! Ну куда же вы, мадам? ПО ем. Пасухольджевам. Пήσел-э, ветруку, пашал! Куба! Куба! Кубик. Стаписело. Начало войны, 914-й. Война началась. Война началась. Тысяча... Тысяча. Тысяча девятьсот. Война началась. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...